Когда в семье четверо детей и каждый хочет на новогодний утренник что-то особенное, маме приходится нелегко. Костюмы к празднику можно купить, взять у знакомых или сшить. Именно последний вариант выбрала героиня нашего следующего сюжета. Сказочных персонажей в костюмах, сшитых руками Капитолины Костенко, узнают не только в ее родном поселке Дружном, но и во всем Белореченском районе, а с недавних пор даже в Краснодаре. Сегодня в Доме культуры поселка Дружного вовсю кипит работа. Идут последние приготовления к новогоднему представлению. И в эпицентре происходящего руководитель театрального кружка Капитолина Костенко. Она же вдохновитель новых постановок и мастер на все руки. Символ года 2017 это петух. И вот мы этого петуха сшили к смотру Дед Мороз 2017. Ну как бы это все очень быстро надо, поэтому костюм еще в процессе доработки. Купили перья недавно, пришлось их покрасить зеленкой, еще хвостик добавили, поэтому он сегодня выскочит, более нарядный такой у нас и пушистый. Капитолина Сергеевна по образованию технолог, закончила машиностроительный техникум, работала на шарикоподшипниковом заводе и даже не думала о смене профессии и творчестве в таких грандиозных масштабах. Жизнь стала меняться, когда появились дети. Так как у меня четверо детей, пришлось идти работать в садик, а потом в клуб пригласили. Там же я начала заниматься ростовыми куклами. А почему? Потому что к нам приехали выступать артисты из Краснодара. Я увидела первые маски бобра, по-моему, и волк. Я загорелась желанием вот это сделать сама. И вот с этого все началось. Сегодня ростовые куклы из поселка Дружного покорили ребятишек всей округи. День района, день защиты детей, новогодние представления. Во многих городских и районных мероприятиях с успехом участвуют забавные сказочные персонажи, сшитые Капитолиной Сергеем Костенко. Знают ее мастерство и на атамане. Маски мои, если требуются на атамань, то обязательно, какие они просят, мы обязательно им даем. Также я на атамане еще шила как-то тыкву большую, вот такую щуку. Там говорят, что весь Краснодарский край перефотографировался. Серьезным достижением дружненских артистов стала победа в конкурсе на лучшего Деда Мороза в 2014 году. Главный волшебник в сопровождении Снегурочки, Обезьянки, Козы и Тигренка представлял наш район нашествий Дедов Морозов в Краснодаре. В этом году артисты из поселка Дружного оказались единственными, кто приготовил к смотру Дедов Морозов костюм символа наступающего года петуха. Их программа заняла в этот раз третье место. Одну такую куклу Капитолина Сергеевна шьет около недели, часто ночами после работы. Сама же участвует в представлениях. Сегодня в распоряжении артистов Дома культуры 12 персонажей. И по словам мастерицы, она не собирается останавливаться. На новый 2017 год у нее большие планы, множество интересных идей. А значит, ребят ждут новые спектакли и удивительные сказочные персонажи. Вера Савельева, Сергей Чернецов, События и люди.